Девушки отдыхают Напоминало всем, кто его видел, сюжет католической церковной живописи Христа на смертном одре Некоторые из крестьян, приходившие посмотреть на убитого, тайком срезали пряди его волос Вечером во всех домах селения Игера зажглись поминальные свечи Спецназ боливийской армии, так называемые рейнджеры Быстро сообразившие, что любая вещь, принадлежавшая этому человеку Наручные часы, швейцарский армейский нож, радиоприемник, шнурки от ботинок Нерасстрелянные патроны, скоро будет бесценной реликвии Спорили и ругались из-за того, кому что достанется И это тоже странным образом напоминало евангельские слова Разделили между собой ризы мои и об одежде моей метали жребий Но мертвый человек, лежавший на столе, не был Иисусом Христом Он даже не верил в Бога И, наверное, очень удивился бы, узнав, что вскоре Его станут сравнивать с погибшим на кресте иудейским пророком И назовут Богом Богом революции Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Разрешите представиться Эрнесту Гевара Линч Дома решение Селии выйти замуж за Эрнесту Гевару было встречено грандиозным скандалом Во-первых, она несовершеннолетняя Во-вторых, этот Гевара уж точно не тот мужчина, которого родители хотели бы видеть мужем своей дочери Коэм Доносерна, тот самый, что женат на дочери Франсиска Линча она рассказывала Максиакова о своем непутевом племяннике Например, что тот пустил на ветер все, доставшееся ему, пусть небольшое, но состояние А теперь хочет погреть руки на приданной моих дочери Но селье была непреклонна Отъезд молодых из дома напоминал бегство Эрнесту Гевара оказался никчемным бизнесменом и разорил семью за год Доходы падали, но росло количество наследников Первенец семьи Гевары родился 14 июня 1928 года Мальчика нарекли в честь отца Эрнестом Но между собой называли ТТ Селье, разуверившись в способностях мужа, все силы бросила на воспитание сына Если мальчика будет воспитывать такая сильная женщина, как она, из него вырастет настоящий мужчина Он сможет позаботиться не только о своей будущей семье, но и о несчастной матери Когда она благодаря мужу останется без куска хлеба Для начала малыша надо приучать к трудностям и начать закалять, купая в холодной воде Селья сама была превосходной пловчихой и обожала плавать Маленького Эрнеста она водила в открытый бассейн Но однажды в холодный промозлый день после купания ТТ закашлялся и начал задыхаться Это астма, таков был диагноз врачей Медицина бессильна, надо менять климат В 1934 году семейство Гевары переезжает вот сюда, в местечко Альтаграсе К этому времени Селья и Эрнеста уже счастливые родители четверых детей Переезд задуман ради старшего сына Эрнеста В Альтаграсе чисто горный воздух и здесь приступы его астмы не столь мучительны В этом городе у каждого дома есть свое имя, как правило, женское Вилла Эстер, вилла Беатрис Дом, который снимает семейство Гевары, носит название вилла Нидия По имени хозяина, директора железнодорожного вокзала Дом сравнительно новый, такие строили в середине 20-х годов В модном английском стиле 14 комнат и двор с соснами Снимать такую виллу – дорогое удовольствие Но Тетте перемена климата на пользу не пошла Несмотря на чистый воздух, астма мучила его 3-4 раза в день Родители по очереди дежурили у его кровати, страшась рассвета С приходом которого всегда начинался самый сильный приступ удушья Чувствуя начало приступа, Тетте пробирался на кухню На этот случай няня уже грела для мальчика чайник Кухня – главная гордость семьи Для 30-х годов здесь все оборудовано по последнему слову техники Простейший бойлер, здесь нагревается вода Не только для приготовления пищи, но и для того, чтобы Эрнест удышал над паром Во время особенно долгих и мучительных приступов кашля Он остается здесь на всю ночь Под присмотром своей юной няни – Расариты Субтитры создавал DimaTorzok В то пору не было лекарств Продавался только один порошок, похожий на табак Который поджигали, и он давал легкий дымок И это немного облегчало ему дыхание Но не очень Это единственное, что тогда было Не так, как сейчас ингаляторы и тому подобное Тогда ничего такого не было А приступы болезни у него были постоянно Временами приступы бывали, конечно, очень сильные Настолько, что он не мог выходить Это был живой мальчик, которому нравилось выходить на улицу поиграть Но он не мог это делать слишком часто Так как его одолевала болезнь Сколько он мог иногда играть в мяч Иногда кататься на велосипеде Селия не возражала против увлечения спортом Следя лишь за тем, чтобы во время игры У него под рукой всегда были лекарства от астмы Чего родителям никак не удавалось добиться от ТТ Так это, чтобы он хотя бы один раз в день мылся Память о купании в холодной воде Которое привело к заболеванию астмой Закрепилось у него до подсознательного уровня Это выражалось в стойкой неприязни к умыванию и личной гигиене Понятно, что на грязное тело чисто рубашку не наденешь И Ронестов неделями не менял рубашки ТТ, поменяй наконец сорочку И не приходи слишком поздно Мне приходится оставлять свет во дворе А электрокомпания опять подняла цены И в следующем месяце обещает снова увеличить плату за свет Мама, но папа говорит, что у нас скоро будет много денег Папа, конечно, очень беспокоится о нас И хочет заработать целую кучу денег Но у благих намерений, сынок, трудная дорога Так что приходи пораньше, ТТ Иначе раньше, чем папа, нас разорит электрокомпания Зла не хватает, так бы все фонари на улицах перебило На следующее утро все городские фонари были разбиты Их заменили Они снова были разбиты Их снова заменили Электрокомпания пыталась отыскать зачинщиков безобразия И не найдя их предпочла снизить плату за свет Эрнесто Гевара-младший Отпрыск, аристократическая семья Отличник и спортивная гордость школы Был вне подозрений Для компании было лучше снизить расценки на подачу электроэнергии Чем постоянно заменять лампы уличного освещения Которые были дороги, так как привозились из Голландии Именно поэтому таково было решение компании На которую ее вынудили эти мальчишки Практически дети После окончания колледжа ТТ начинает интересоваться медициной И поступает в университет Государственный университет Буэнос-Айреса Самое престижное учебное заведение в стране И самый известный рассадник левых взглядов Богатые родители даже боятся определять сюда своих наследников Иначе через 5 лет семья рискует получить Не только дипломированного специалиста Но и убежденного коммуниста В этих стенах правят учащиеся Дело профессоров учить и не злить студенческий совет Если не хочешь потерять свое место Студенческая жизнь в университете Означает участие в политических диспутах Митингах и акциях протестов Весь учебный год этих стен просто не видно Они сплошь исписаны политическими лозунгами Отмывать стены преподаватели рискуют лишь однажды В период студенческих каникул В другое время это чревато бурными студенческими волнениями Студентом Эрнесто Гевара был не блестящим Будучи командантом Относился к категории талантливых троечников Учил только то, что считал нужным На оценки не обращал ни малейшего внимания И больше увлекался книгами и спортом Чем посещением лекций В этой аудитории студент Гевара Появлялся, но не столь часто Как того хотелось преподавателям Прямо среди учебного года мог все бросить Арвации отправиться путешествовать по стране Поэтому и выпускные экзамены Эрнесто сдавал практически так же Как его будущий кумир Русский революционер Ульянов Экстерном Эта мама Селия полагала, что врачи ведут размеренную жизнь Имеют частный кабинет в центре города И солидный доход Ее сын думал по-другому Врач Это самый свободный человек на свете Со своим чемоданчиком И своими инструментами Он может ехать куда угодно И куда вам угодно поехать, сеньор Гевара В Лепрозории Где живут прокаженные В 1951 году, прервав в очередной раз учебу Эрнесто Отправляется в путешествие по Лепрозориям Латинской Америки Чили, Колумбия, Перу Эрнесто ухаживал за больными Общался с ними без маски Играл с прокаженными в футбол Однако в джунглях, где находились Лепрозории Приступы астмы становились невыносимыми Эрнесто возвращается домой И там к нему приходит первая любовь Латиноамериканка Только тогда обратит внимание на мужчину Если его ботинки начищены до блеска Ногти подстрижены, а голова напомажена Эрнесто с вечно взъерошенными волосами В рубашке не первой свежести И в стоптанных башмаках Женщинам не нравился Они его обожали Его первую любовь Звали Мария дель Кармен Феррейра Но домашние друзья Называли ее попросту Чичина Семья Чичина считалась самой богатой в Кордове Естественно, руки и сердца девушки добивались Отпрыски лучших семейств города А она любила нищего по меркам семьи Феррейра Эрнесто Гевару Отношения их были столь серьезными Что Чичина отважилась познакомить его с родителями И чем же вы, юноша, по окончании университета Собираетесь заниматься? Открыть частную практику? Ни в коем случае Я собираюсь работать в лепрозории Лечить прокаженных Похвально И что вас подвинуло на столь благородный шаг? Представление о долге врача и гражданина И в чем же этот долг состоит? Вносить личный вклад в улучшение жизни людей Не преследуя при этом никаких личных целей А долг перед женой и детьми Забота об их благосостоянии Разве долг перед семьей в том, чтобы у жены Было сотня туфель, а дети учились в частных школах? И в этом тоже молодой человек И при этом спокойно наблюдать, как в других семьях дети умирают Потому что их нечем и некому лечить Да вы коммунист, юноша? Нет Мне ближе идеи Махатма Ганди Я полагал, что вам должны быть ближе идеи Европейских политиков Кого, например? Черчилля Черчилля? Этого замшелого консерватора? Черчилль был политическим кумиром семьи Феррейра На лето семья переезжала на загородную виллу Эрнесту обещал Чичине приехать к ней Приехать как Дон Кихот на своем рассинанте Роль коня исполнял мотоцикл, на котором Эрнесту с другом решили проехаться по всей Латинской Америке Решающее объяснение происходит летним днем 52-го года недалеко от курортного Мирамара Юно влюбленный приехал к своей невесте на мотоцикле Он предлагает ей собрать необходимые вещи и немедленно ехать с ним Конечно же, она согласна немедленно ехать с ним В Париж, в свадебное путешествие Париж, свадебное путешествие Жить, как все приличные люди нашего круга Чичины, эти приличные люди, мечутся, как щёкнутые волны городского шума И рвут друг у друга куски изо рта и монеты из карманов Ты хочешь такой жизни? Я хочу нормальной жизни А что предлагаешь мне ты? Жизнь простых латиноамериканцев Это нищета Прощай, Эрнесту Прощай, Чичина Старая мотоциклетка, повидавшая на своем веку сотни встреч и расставаний Беззаботно понесла двух друзей дальше по дорогам Аргентины И через пару недель они пересекли границу Чили Мотор всю дорогу стонал и кашлял А в пригороде столицы Сантьяго совсем расклеился Ремонт требовал времени и денег Времени было навалом, а деньги отдали последние Осталась одна мелочь Хватит разве что на пару стаканов вина Вон в той забегаловке Вечерами здесь собирается вся деревня Выпить вина, поговорить и послушать местных музыкантов Молодежь назначает в этой таверне свидание Записки с указаниями места и времени свидания Прикалываются прямо к стене, так принято Чужаков здесь не любят, особенно тех, кто засматривается на чужих жен А эти два вновь прибывших иностранца, судя по всему, заняты именно этим Пытаются завести разговор с молодой Чиликой И судя по ее выражению лица, один из этих двоих определенно пришелся ей по душе Что могло понравиться этой добропорядочной синьоре в Эрнесту Геваре? Иностранец в грязной одежде, без копейки денег в кармане, прибывший на допотопном мотоцикле И между тем они знакомы всего пять минут А эта замужняя синьора уже мечтает с ним танцевать Эрнесту абсолютно безразлично, какая именно музыка играет У него напрочь отсутствует слух Синьора, как вы относитесь к танго? Это не танго, это играют байон Все равно, потанцуем Сейчас сюда придет мой муж Он вас убьет, вы не знаете его Здесь его зовут Бешеный Сердон Он убьет вас и меня? Синьора, он и пальцами не успеет пошевелить Знаете, какая кличка у меня? Тоже бешеный Альберто, подтверди Эрнесту никогда не врет Тут в харчевню с Ревом врывается бешеный Серна И за столов поднимается еще несколько мужчин Толпа разъяренных танцоров и оскорбленный муж Гонится за соблазнителями чужих жен почти до самого города Эрнесту оторвался от преследователей С трудом отдышался и рожал кулак, в котором обнаружил листок бумаги На нем неровным почерком место и время, когда Эрнесту Если, конечно, захочет Может встретиться с женой Бешеного Серна Извините, сеньора, не успел узнать ваше прекрасное имя Но наш старый мотоцикл уже сигналит нам, что снова здоров и готов мчаться, куда глаза глядят Так что передайте своему мужу Бешеному Серне, что может спать спокойно Из города все соблазнители уехали Эрнесту вернулся домой, чтобы получить диплом врача Селия счастлива, она воспитала достойного сына Какой пример для Эрнеста Старшего Единственное утешение, что на старости лет тот, кажется, понял Бизнес не его призвание Зато Тете – настоящий доктор Теперь он начнет размеренную жизнь Ведь профессия врача в Аргентине всегда была доходным делом И дай бог, сеньор-доктор Гевара сделает блестящую карьеру Но получилось иначе Молодой врач Эрнесту Гевара отклоняет предложение работать в аллергологической клинике И начинает собирать вещи Нет, мама, я должен уехать Я обещал Альберту приехать в Венесуэлу Сынок, но работа в лепрозоре убьет тебя Подумай о своей астме Тебе противопоказан сурой климат? Я обещал Мне кажется, я тебя больше никогда не увижу Прощай, Эрнесту Эти два слова тот, кого впоследствии назовут команданта Че Будет слышать на протяжении всей своей недолгой жизни В разных городах, странах, от разных женщин и в разных жизненных обстоятельствах Позднее одна из тех, кто любила его, признается Даже когда Эрнесту уезжал на пару дней, казалось, что он прощается навсегда Но пока на дворе 1953 года нет места для трагических интонаций Молодой врач Эрнесту Гевара едет на поезде, воплощая в жизнь свои благородные идеи Он еще не знает, что уже следующая остановка для него будет революция Субтитры создавал DimaTorzok До Венесуэлы, если есть деньги, можно добраться самолетом Если денег в обрез, добраться можно поездом с остановкой в Боливии А дальше опять сесть на поезды Впрочем, Эрнесту Гевара дальше не поехал Надолго застряв в самой бедной стране Латинской Америки Если хочешь увидеть настоящий карнавал, поезжай в Рио Если хочешь увидеть настоящую революцию, тебе в Ла-Пас Так говорят в Латинской Америке Свою демократию жители Боливии любят и чтят Все же ей уже больше 150 лет При этом они уверены, что ее всегда не грех усовершенствовать Поэтому очередную революцию или приход к власти нового борца за справедливый Здесь празднуют даже чаще, чем Рождество В среднем дважды в год Секрет столь бурной общественно-политической жизни прост Революция в Боливии всего лишь одна из традиций Поэтому здесь ничего не меняется все 150 лет Сегодня Ла-Пас все тот же Чистильщики обуви, костелы, чай с листьями коки Революционеры и чулиты с фетровыми круглыми шляпами на головах Такую эту страну увидел Боливар в 19 веке Че Гевара в 20 и мы в 21 В апреле 1953 года произошел очередной 179 по счету переворот В отличие от 178 предшествующих Эта революция и в самом деле продвинула Боливию по пути прогресса Была проведена самая важная для сельскохозяйственной страны реформа Аграрная, крестьяне получили землю Образованный и дружелюбный доктор Гевара Быстро сводит знакомство с представителями новой власти Ему все интересно, новые реформы, новые законы Он попадает на прием к министру сельского хозяйства На приеме министр говорил об аграрном законе О том, что революция – это земля крестьянам Равенство, братство и справедливость для всех Гул за окном заглушил финальные слова речи Перед зданием собралась толпа крестьян Пришедших получить свой надел земли А перед толпой на ящике сидел министерский чиновник И поливал индейцев из пульверизатора Покрывая их облаком пудры Сеньор министр, что с ними делают? Обрабатывают ДДТ Не пускать жившим в помещение В поезде случайно Попутчик от души веселился, слушая рассказ Эрнеста О боливийских революционерах, ставших чиновниками И рассказал о другой, по его словам, настоящей революции В Гватемале, где справедливый президент Арбенц В одиночку бьется против США, захвативших все богатства Латинской Америки Он хочет национализировать промышленность, отобрав ее у Янги Эрнеста Гевара решает немедленно ехать в Гватемалу В столице республики Эрнеста первым делом находит дом некой Ильды Гадеа К ней у него рекомендательное письмо Дверь открыла молодая девушка и с недоверием посмотрела на Эрнеста Перед ней стоял чумазый оборванец У меня рекомендательное письмо к Эльде Гадеа Я вас слушаю Я врач и хочу получить место в какой-нибудь больнице Если вы мне поможете на первое время найти ночлег, буду вам очень благодарен Для начала вам надо помыться Через полчаса перед Эльдой стоял белолицый красавчик с черными, как смоль, волосами Ого! Для революционера он слишком красив Гуала пишет, что вы революционер Я хотел бы быть революционером Точнее, революционным врачом И каких взглядов вы придерживаетесь? Я хочу бороться с нищетой Я хочу бороться против американского империализма Вы коммунист, анархист, троцкист? Вы читали книгу Мао Цзэдона «Новый Китай»? Вот возьмите и изучите А вы маоистка? Да Китайская жизнь близка латиноамериканской У нас одинаковые трудности Одна только планетарная политика сможет их разрешить Может нам сходить куда-нибудь вечером и обсудить? Как это называется? Новый Китай Да Новый Китай тоже По-моему, вы слишком легкомысленны для революционера Я? Нет Просто вы мне нравитесь Не меньше, чем революция Через месяц Эрнесто предлагает Ильде выйти за него замуж Ильда обещает дать ответ на следующий день Но ни через день, ни через два Эрнесто не объявился А беспокойная Ильда пришла на пятую улицу Где Эрнесто снимал комнату в пансионе И хозяйка пансиона сказала девушке, что постоялец второй день не выходит из комнаты Плохо ему, задыхается Ильда Достанешь шприц и ампулу из тумбочки Ты куришь себе адреналин? Да Это единственное средство, которое мне помогает Мой приятель говорит, что я адреналиновый авантюрист Как это? Ну как? Человек зависим от лекарства Но это же лекарство он может получить естественным путем Испытывая сильные ощущения А сюда ты приехал тоже в поиске сильных ощущений? Конечно Сегодня самое мое сильное ощущение – это ты Ну и революция, конечно Любовь Эрнесто к Ильде оказалась продолжительнее гватемальской революции В стране происходит классический латиноамериканский переворот Бомбардировка с неба, уличные бои, захват президентского дворца Полковника Арбинса сменяет другой полковник В сентябре 1954 года 26-летний доктор Эрнесто Гевара Сел в поезд, отправлявшийся в Мексику Через несколько месяцев к нему приедет Ильда и они поженятся И на свадьбу Эрнесто пригласит новых своих друзей-кубинцев Братьев Кастро, Рауля и Фиделя За их плечами уже было участие в вооруженном восстании И приличный тюремный срок Фидель произвел на Ильду впечатление Высокий, с черными блестящими и вьющимися волосами Он сражал на повал не только женщин Особенно, когда начинал говорить Говорить Фидель, адвокат по образованию, мог часами Да так, что едва познакомившись с ним Человек целиком и полностью попадал под обаяние кубинского революционера Эрнесто Гевара не стал исключением Хотя таким оружием, как ум и обаяние Он и сам владел в совершенстве Эрнесто Гевара влюбил в себя как-то Одну служащую менеджера конторы фирмы Кока-Кола Ведь победить империю Можно и завоевав одну из символов этой империи То есть Кока-Кола И уже почти удавалось заполучить формулу этой Кока-Колы Но кто-то сообщил ей об этом замысле И она тут же отправилась в США И так он и остался без формулы В Мехико Фидель Кастро собирает отряд Из собравшихся в Мексике кубинцев Среди них один единственный иностранец Доктор Че Это кубинские товарищи прозвали Эрнесто Че За его привычку чуть ли не каждую фразу Начинать с аргентинского междометия Че Сходного с русским НУ Ему нравилось новое имя Короткое, как выстрел Че Из фамилии хорошо сочетается Че Гевар В июле 56-го года Братья Кастро покупают за 15 тысяч долларов Старую деревянную яхту В ветхой посудине и имя дают соответствующее Гранма, то есть бабуля Разместиться в ней могло человек 30 А набилось больше 80 Поздней осенью того же 56-го Гранма вышла из мексиканского порта Туспан И взяла курс на Кубу В открытом море у Эрнесто начался сильный приступ астмы Запах гнилых водорослей и рыбы не давал покоя легким Эрнесто лежал внизу с широко открытым ртом С закрытыми глазами Было темно И когда кто-то спустился к Че Показалось, что доктор не подает больше признаков жизни Фиделю крикнули, что аргентинец умер На что с мостика приказали выбросить труп в воду Однако внезапно в трюме появилась вода И всем стало не до аргентинца Так Че Гевара чудесным образом избежал преждевременной смерти То же самое повторилось и на берегу Повстанцам пришлось вмесить грязные болота Чей запах вызывал у Эрнесто спазм и мучительный кашель Он еле волочил ноги, шатался, задыхался, продолжал идти Одной рукой тащил ящик с патронами, другой ящик с лекарствами Сил не хватало, надо было бросить один из них лекарство или патроны И он бросил лекарство Стало легче идти, он догнал отряд Повстанцы были разгромлены войсками батисты При высадке с яхты Кранма Из 82 повстанцев погибло сразу 60 Об этом писали все газеты А вдруг это тоже среди них? Пришло письмо от Ильды Она вернулась с внучкой в Перу и пишет, что получила письмо от Эрнесто Господи, он жив Читай же Пишу тебе эти пылающие строки из кубинской Манегуа Похоже на то, что я действительно солдат Ибо пишу на походной тарелке с ружьем на плече и новым приобретением в губах Сигары Я жив И жажду крови Через 11 лет, в 67-м, он снова окажется в Боливии Но на этот раз в руках своих врагов В объятиях смерти Раненого Че бросают в пустой класс старой деревенской школы Именно здесь 39-летний Эрнесто Гевары проведет свои последние сутки Впрочем, кроме самого Че в классе славесности присутствует еще один человек Молодая учительница из местных с глазами полными ужаса Ей разрешено забрать свои вещи ПЕСНЯ 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 На классной доске мелом написано по-испански «yo se leer» Я умею читать Неправильно написана фраза В слове не нужно ударение Как здесь могут учиться дети? Ваша школа похожа на тюрьму У нас бедная страна Ну, против этого мы и боремся Вы иностранец и не знаете нашей жизни А вы слышали обо мне? Да, сеньор капитан называет вас дьяволом И вы ему верите? Не знаю, он сказал, что вы пришли убивать наших солдат И отнимать наших крестьян землю Я убивал военных, которые держат вас всех в страхе Я пришел дать народу Боливии свободу Вы говорите, как Христос Ему бы я не поверил Мне нельзя с вами разговаривать Я сюда иду В школьный класс вошел капитан Гарри Прадо Это его рейнджеры Неделями прочесывали джунгли Операция по поимке Неуловимого кубинского разбойника Гевары Называлась «Большое сафари» И вот этому сафари пришел конец Партизаны пойманы И главное, его парни схватили их командира Того самого знаменитого Че Отряд у Гевары был маленький Всего семь человек Четверых солдаты убили Троих раненых доставили в ближайшую деревню Лиегеру И заперли в школе Когда я заходил к нему в ночном обходе А я приходил каждый час или каждые два часа В одном из разговоров речь зашла о его будущем Он тогда меня спросил, будут ли его судить Я сказал, конечно же, да Он спросил в Кабирии Я сказал, нет Вас должны судить в Санта-Крузе Так как отряды, взявшие вас, относятся к 8-й дивизии Которые дислоцируются в этом районе Здесь состоится трибунал Видно было, что его обрадовал от известия Значит, тайного убийства не будет? Будет суд, на котором он сможет объяснить, почему он, аргентинец, с оружием в руках пришел на землю Боливии И почему вместе с Фиделем Кастро, высадившись на берег Кубы, три года воевал с армией генерала Батисты Мне было жутко любопытно, почему Боливия Так как с военной точки зрения операция была бесперспективной Я спросил, почему вы пришли сюда, почему Боливия Он мне сказал, что решение принимал не он один Другие элементы, другие факторы влияли на принятие этого решения Я спросил его, другие это какие? Фидель? Он не захотел никак больше пояснять В конце 1958 года к родителям Гевары приехал аргентинский журналист Он только что вернулся с Кубы, был у партизан в горах Сьера Маэстро И записал на магнитофон интервью с Че Сеньор Масетти, давайте еще раз послушаем Эрнеста Я согласился встретиться с журналистом Чтобы отправить к кубинскому народу Мой первый привет Я решил защищать этот народ Потому что знаю о нем через мысли и действия нашего руководителя Фиделя Кастро Сеньор Гевара, ваш сын-герой Он теперь второй человек после Фиделя В отряде его зовут Команданта Че Он очень страдает Что? Он абсолютно счастлив А какая у него жена красавица Ильда? Но она сейчас в Перу Алейда? И она с ней на Кубе? Алейда училась в университете в кубинском городе Санта-Клара И как все молодые образованные кубинские девушки Была увлечена революцией Она вступила в партию Фиделя Кастро Движение 26 июля И стала связной в партизанском отряде Моя мама жила в городе Санта-Клара Когда мой папа приехал в горный район Который окружает этот город Мама поехала к нему Чтобы передать ему деньги От движения 26 июля Вы к кому, сеньорита? У меня срочное донесение к начальнику отряда Значит, ко мне Я Арнестыча Гевара Мама везла деньги Которые были завернуты вокруг ее талии Когда она приехала туда То попросила, чтобы ей позвали врача Который бы помог ей снять пластырь Которым и были приклеены деньги к телу У меня донесение Давайте Не могу Мне нужен врач И, конечно же, папа сказал Сеньорита Я и есть врач Вы не обманываете? А что случилось? Но он ей помог, конечно Так и началось их знакомство Через два года и один месяц После высадки с Гранма Отряды повстанцев вошли в Гаван Революция победила Один из героев этой революции Эрнесто Че Гевара Специальным декретом Провозглашается гражданином Кубы И становится одним из руководителей Молодой республики Новое революционное правительство Кубы Национализировало всю промышленность и банки Старые кадры эмигрировали А новых вырастить не успели Главное назначить людей Которым можно доверять Профессиональная подготовка Не имеет значения На одном из заседаний правительства Фидель спросил Есть ли среди собравшихся экономисты? Че Гевари послышалось Есть ли у нас коммунисты? Он поднял руку И был назначен руководителем Национального банка Когда его отец Эрнесто Старший Узнал о должности сына Он долго смеялся И сказал в интервью журналистам Мой сын Эрнесто Распоряжается всеми Кубинскими финансами? Похоже, Кастро испятил Передайте ему Когда человек по фамилии Гевара Начинает заниматься бизнесом Дело обязательно кончается крахом В итоге Когда Че Гевара Прислал за родителями самолет Селия полетела к сыну одна Отец не поехал Сказался больным Это Селия придумала для него Такую отговорку Пускай посидит дома А то снова скажет Что-нибудь не в попад Красней за него АПРЕДИМОС А КЕРЕТЕ ДЕЗДЕ ЛА ХИСТОРИКА АЛТУРА ДОНДЕ Л СОЛ ДЕ ТУ БРАВУРА Почти 10 лет Селия не видела сына Он очень изменился и очень устал Теперь он работал сутки напролет Пытаясь личным примером Заставить всех кубинцев работать Это по его приказу Все служащие в свободное от работы время Должны были трудиться на уборке Сахарного тростника Кубинские умельцы Соорудили примитивный комбайн Это был жуткий громыхающий агрегат Вроде колхозной сенокосилки Прицепленный к старому американскому трактору Гевара лично испытывал комбайн Сидя за баранкой А служащие которых он призывал Внеурочно и бесплатно работать в поле Всячески отлынивали от добровольного труда И считали Че свихнувшимся коммунистом В Гаване ходил такой анекдот Разговаривают двое рабочих Революция? Это хорошо Ты прекращаешь пить ром Не куришь, работаешь по 14 часов в сутки Не спишь с женой из-за отсутствия сил Это хорошо Но нет ли способа вернуться к старому? В 65-м году мать Эрнеста Селия Наблюдая за деятельностью сына Министра промышленности Кубы Пишет ему осторожное письмо Мне кажется, что это чистое безумие Если те немногие люди, у которых есть голова на плечах Все на целый месяц отправляются в деревню Собирать урожай сахарного тростника И занимаются только этим Хотя среди кубинцев Достаточно опытных и умелых крестьян В первое время взгляды доктора Эрнеста Гевара были взглядами терапевта Он считал, что Латинская Америка всерьез больна И язва общества нуждается в лечении медленным и основательным Практика у доктора по прозвищу Че была отменной Куба – благословенный остров, где круглый год светило солнце И жили люди, поддержавшие революцию Впрочем, довольно скоро бородатые революционеры с яхты Гранма Поняли истинный смысл названия их острова На острове Свободы действительно жили люди Считавшие себя свободными во всех смыслах этого слова Беспрерывные фиеста и сиеста Были для пламенного революционера Че Делом совершенно невозможным И доктор по прозвищу Че принимает решение Он сделал для Кубы все, что мог И теперь он отправляется в свое новое путешествие Туда, где общество, по его мнению Нуждалось в срочном хирургическом вмешательстве Он уезжал тайно Изменил внешность и имя 3 ноября 1966 года С трапа самолета, совершившего посадку В аэропорту боливийской столицы Ла-Пас Сошел мужчина средних лет Пограничникам он предъявил паспорт На имя уругвайца Рамона Бенитаса Фернандеса Пограничник был рассеян Он забыл шлепнуть в паспорт иностранца въездную отметку Этот человек был Че Как и 20 лет назад Его приезд в Боливию остался незамеченным Перед отъездом Че написал прощальное письмо Фиделю Кастро В котором объяснял причины отъезда И просил Кастро позаботиться о его семье Даже о двух семьях С Алейдой они родили четырех детей Ильда с маленькой Ильдидой Приехали на Кубу сразу после победы революции Письмо было очень личным Но Фидель Кастро решил его обнародовать Сейчас я хочу прочесть вам одно письмо От товарища Эрнеста Гевары Фидель Чувствую, что я частично выполнил долг Который связывал меня с Кубинской революцией На ее территории И я прощаюсь с тобой С твоим народом Который уже стал моим Настоящим официально отказываюсь От своего поста в руководстве партии Поста министра Звание майора От моего кубинского гражданства Официально Меня ничто больше не связывает с Кубой Сейчас требуется моя скромная помощь В других странах земного шара Я могу сделать то В чем тебе отказано Потому что ты несешь ответственность Настал час нашего расставания Я не оставляю жене и детям никакого имущества И это не печаль от меня Рад, что это так Ничего не прошу для них Потому что государство даст им достаточно Для того, чтобы они могли нормально жить И получить образование Он не мог вернуться Потому что в то время Фидель уже опубликовал его прощальное письмо Дело не в том, что не предполагалось Что Че не выйдет живым из Конго Его задело то, что Фидель огласил это письмо Без его одобрения Когда Че вручил это письмо Фиделю Тот спросил, будут ли какие-то условия И Че сказал, что письмо может быть оглашено В случае его смерти Или когда он добьется победы, революции В какой-нибудь части света Написал Эрнесто письмо и родителям Но сели и его не увидела Оно пришло через несколько месяцев После ее смерти Я вновь чувствую своими пятками Ребра Росинанта Снова облачившись в доспехе Опускаюсь в путь Многие назовут меня искателем приключений Это так Но только я искатель приключений особого рода Из той породы, что рискую своей шкурой Дабы доказать свою правоту Я любил вас крепко Пусть и не умел выразить свою любовь Вспоминайте иногда этого скромного кондотьера 20 века Крепко обнимает вас ваш блудный и неисправимый сын Эрнесто Он пришел в Боливию, чтобы делать революцию Он знал, что в Боливии люди привыкли к революциям Нищие боливийцы, не имеющие куска хлеба на обед Не знающие, что такое электричество Поголовно безграмотные Должны были увидеть в нем освободителя И пойти за ним Как пошли за ним кубинские крестьяне Но на Кубе ему иностранцу верили А здесь, в Боливии, проклинали Боливийские крестьяне принимали Чея и его группу Состоявшую в основном из кубинцев За бандитов и иностранных наемников Боялись их И как только партизанский отряд уходил из селения Спешили выдать их военным Когда он с нами разговаривал, крестьяне не признавали в нем лидера Лидера вождя Ведь крестьяне упрямы Крестьяне упрямы Так что, когда мы приходили Тотчас появлялись крестьяне Они садились вместе с нами И даже без нашей просьбы Обо всем Обо всем нам сообщали Небольшая группа партизан Без поддержки местного населения Окруженная войсками Измотанная голодом и ранами Еле передвигалась Эти люди были обречены Гевара очень слабый противник Представьте себе только Он начал партизанскую войну с группой в 50-51 человек Это самое большое, что могли собрать в лагере А через несколько дней уже начались побеги Затем он совершил ошибку Непростительную ошибку в руководстве Так как он разделил группу надвое И они уже никогда не встретились Такого командир не может себе позволить Чтобы часть его людей находилась там Где он никогда не сможет их найти Таким образом обе группы были разбиты по отдельности Во второй группе была связная Тамара Бунке Или Таня, как она себя сама называла Единственная женщина в отряде Че Гевары Она была одной из самых загадочных женщин Когда-либо находившихся рядом с Че По одной версии любовница По другой просто почитательница И соратница команданта Аргентинская немка Взявшая себе псевдоним Русской партизанки Космодемьянской Может быть Может быть Таня и была его любовницей Но по моему личному мнению нет Таня была такой женщиной Которая предпочитала негров И у нее был жених на Кубе Которого звали Лиси Страла Негр, сильный, крепкий И тем более кажется Что Таня Человек высоких моральных принципов И у нее не могло быть Другого мужчины Пока есть отношения с одним В конце сороковых Она проводила лето Вместе с родителями рядом с Кордовой И в это же время Где-то неподалеку Эрнесто объяснялся в любви Чичини В отличие от многих версий Появляющихся в прессе И говорящих о том Что Таня была красива Прекрасна Я считаю, что ничего подобного Не красавица Но как любой агент Службы безопасности Она должна была быть Не слишком уродливой И не слишком красивой Ну, должна была быть стандартной Средненькой Потому что Она не должна Привлекать внимание То есть Таня имела черты Именно среднего типа Так что те, кто ее видел И не вспоминали о ней потом И в этом смысле Ее мимикрия была совершенной С Тамарой Гунки Че познакомился в ГДР Он был главой кубинской делегации Она его переводчик Они сходу нашли общий язык Детство дочери немецких Поэт-эмигрантов Прошло в Аргентине Она обожала Латинскую Америку Ненавидела американский империализм И восхищалась кубинскими революционерами После знакомства с Че Тамара сначала переехала жить на Кубу А через некоторое время По приказу Гевары Для подготовки партизанской войны Пролетела на самолете в Боливию Они плутали в боливийских джунглях вместе Прошли рядом почти весь путь Вплоть до решения разделиться на две группы И за месяц до пленения Че Отряд, с которым шла Тамара Попал в засаду И мы ведь засаду приготовили К шести утра И ожидали много часов Пока где-то в шесть вечера Не появилась Да, в шесть вечера Не появилась группа партизан И только издали Около двухсот метров Можно было различить Фигуру женщины Но когда они углубились В наше расположение Я уже не мог видеть ее Они шли цепочкой А дальше засада Дальше засада уже действовала Некоторые до сих пор уверены в том, что Тамара Бунки не погибла когда в боливийском лесу Сторонники этой версии говорят, что она и теперь живет где-то в Латинской Америке Впрочем, реальность была мало похожа на красивые легенды Таня погибла сразу От пули солдата боливийской армии возле небольшой реки Получив смертельное ранение, Таня упала в воду Тяжелый рюкзак за плечами, как камень, тянула ее на дно Тело Тамары Бунки неделю пролежало под водой Этих семи дней вполне хватило для того Чтобы слух о чудесном спасении верной соратнице Че обошел весь мир О том, что отряд, в котором находилась Тамара Бунки, погиб Че знал По радио чуть ли не каждый день передавали сообщения Об успехах боливийской армии по поимке партизан Он знал, что и у его отряда шансов выжить не было Нас оставалось 17 человек И из этих 17, лишь 8 были способны сражаться У меня было сквозное пулевое ранение Пуля вошла сбоку, внизу, вышла через шею Пулевое отверстие у меня воспалилось И вся шея отекла Высокая температура Я все равно ушел в авангарде Потому что считалось, что физически я был крепче всех Я думаю, что все мы жаждали смерти Потому что другого способа отдохнуть у нас и не было Из всего отряда удалось выбраться из окружения только пятерым Решающий бой произошел 8 октября в Ложбине Юра Нам помогла информация одной крестьянки Которая сказала, что в одном из оврагов находится партизана Мы выдвинулись туда тремя соединениями Три команды А, Б и С Командовал нами капитан Гарри Прадо Вышли мы в том направлении в 6 утра А бой начался в час дня Мы занимали все высоты Видели, что там происходило В этом овраге как раз и был задержан Че Гевара С небольшим ранением в голень В первый момент после его захвата Это был деморализованный человек Добитый физически Морально Он видел смерть своих товарищей в ущелье И думаю, он был совершенно деморализован В момент его захвата Он говорил, что все, все кончено Не беспокойтесь, я ему говорил Нет, там еще есть бойцы Мы уже закончим свою работу Вы тут побудьте пока Вот такая первая часть Потом, когда мы перевели его в Игейру Расположили его в здании школы Подкормили его, дали кофе, сигарет Я приставил к нему офицеров Стоявших на посту поочередно Ну вот тогда настроение у него Понемногу приподнялось Я заметил, что в нем была определенная Как бы это сказать Определенная притягательность Потому что, когда он разговаривал с солдатами Он очень быстро их убеждал Он оказывал сильное воздействие То есть они быстро чувствовали И вставали на его сторону Они выходили переубежденными в чем-то Уже разговаривали по-другому И тогда капитан Прадо поставил в караул Одних младших офицеров Которые, как он полагал Не способны нарушить присягу Они сменялись каждые два часа В течение всей ночи И к утру все-таки Один из охранявших Че Гевару Младший лейтенант Уэрто Отказался подчиняться командованию Он не хотел, чтобы трогали Че Гевару Чтобы его убили Ничего такого Он нам тогда говорил Я не позволю А для нас это было Как если бы он совершил Военное преступление Но так как мы были друзьями Мы его успокаивали, прикрывали его Чтобы он продолжал службу Вслед за Уэрто Отказались подчиняться приказу И другие младшие офицеры Правда, по другой причине Они полагали, что за столь ценного пленника Они получат повышение по службе Денежную компенсацию Новое обмундирование И оружие В боях с отрядом Че Гевары Погибло 50 с лишним солдат У партизан были автоматы А у солдат только двустволки У нас даже не было рюкзаков Чтобы таскать свои вещи Не было Не было у нас и ботинок для джунгля Очень крепких Мы носили ботинки боливийские И все Вы видите, наши солдаты даже ходили В полуботинках Ничего не было Этот автомобиль Это гражданский автомобиль Мы использовали реквизированные Гражданские автомобили Потому что у нас не было машин По правде сказать Было много планов Один из них Неподчинение капитану Гарри Прадо Мы собирались взять Че Гевару И отправиться в Кахонос Молодые офицеры Хотели спрятать Че Гевару В малодоступном месте Мы хорошо знали это место Потому что Мы хотели просить Компенсацию Авиации Сельхозтракторами Ведь нам так много предлагали Но не дали нам ничего Ни одного доллара Мы собирались увезти его украдкой Нет, нет Хотели просить выкупу США Но Гарри Прадо Убедил нас не делать этого Вот тут он нам и сказал Об этом знаменитом приказе Приказ был подписан Президентом республики И в нем было всего три знака 7-0-0 Это означало Смерть любым способом Капитан Прадо спросил Есть ли добровольцы? В соответствии с обучением Которое мы прошли Мы не могли отказаться Но Гарри Прадо Не мог указать На какого-либо офицера Потому что в нем Тоже говорила совесть В отношении нас Он не мог сказать Ты Рауль, ты Томас Поэтому прежде чем Ему принять это решение Мы сказали ему Проведи жеребьевку Кому выпадет Тот и сделает Меня в тот момент не было Я вернулся после того Как передал его командиру дивизии Я вернулся в район Операции преследования Остальных из группы Но по версии Полученной мной От исполнителя и экзекуции Командующий дивизии Позвал младших офицеров И сержантов Их было семеро В тот момент И сказал им Что получил указание Согласно которому У нас не должно быть пленных Он спросил Кто добровольно согласится Произвести казнь Двух пленных Которые у нас тогда были Все семеро Добровольно предложили себя Тогда командующий Который конечно же Не знал их никого лично Откуда генерал узнать Всех младших офицеров И сержантов дивизии Просто указал на двух Вы и вы И они развернулись Каждый с карабином Развернулись Вошли с карабином в комнату И выстрелили Не было ни прощания Ни речей Совершенно ничего не было Только открыть дверь И выстрелить Вот так и было История должна знать Правду о Че Не было расстрела Его не поставили к стене Предыдущей ночью Мы бросили жеребий И жеребий вытянул Один лейтенант И он похоже не хотел этого делать И подарил свой жеребий Подчиненному Тирану Его звали Тиран Это тот Кто произвел выстрел Два свидетеля Одной истории Сходятся только в одном Человека Нажавшего на курок Звали сержант Тирану Именно он Вошел В школьный класс И произвел выстрел В три часа пополудня Окончилась земная жизнь Эрнесту Гевара По прозвищу Че Чтобы лицо покойника Не было искажено Капитан Праду Подвязал челюсть Носовым платком Солдатам Было разрешено Забрать личные вещи Че К вечеру прилетел Вертолет Тело привязали к шасси И отправили На всеобщее обозрение В город Вальегранде Военные положили Че Гевару На мраморный стол В прачечной Мальтийского госпиталя И открыли Свободный доступ К телу Его бездыханное Почти обнаженное тело В одних рваных брюках Лежавшее на столе Напоминало всем Кто и увидел Сюжет католической Церковной живописи Христа на смертном одре Некоторые из крестьян Приходивших посмотреть На убитого Тайком срезали Пряди его волос Вечером Во всех домах Селения Игера Зажглись поминальные свечи Именно тогда В Боливии И закончилась Реальная жизнь человека По имени Эрнесту Гевару Линч Началось совсем другое Посмертное существование Легендарного команданта Че Он превратился в миф Символ бога революции Появились даже легенды О злом Роке Который якобы Преследует его убийцу Говорили, что Сержант Террано Покончил с собой Выбросившись из окна Нет Жив-здоров Владеет Авторемонтной мастерской Его сослуживцы Отзываются о нем Как о честном служаке И хорошем человеке Ему подарили Черный мотоцикл В 250 кубов объем цилиндра Сержанту Он был очень горд Счастлив И не только потому, что Выполнил свою задачу Он чувствовал себя счастливым Потому что смог остановить тех, кто вторгся сюда На территорию Боливии Майор Санчес Расстрелявший отряд В котором находилась Тамара Бунке Ушел в отставку к генералам Имеет хорошую пенсию И хороший дом В престижном районе Города Санта-Круз Его сосед Соратник Че Гевары Работавший связным Вместе с Тамарой Бунке Генерал И бывший партизан Теперь приятели В подобных войнах Или противостояниях Последствия не те, что в гражданских войнах Потому что гражданская война Это война между братьями А в нашем случае Это была война, где Лично не имела значения Он не имел личной ненависти ко мне Я к нему Просто каждый делал свое дело В соответствии со своей идеей И так как прошли годы Это уже история То можно уже разговаривать Немного более спокойно С холодной головой Многие не верили в правдивость Сообщения о гибели команданта И когда 15 октября 67-го года Фидель Кастро подтвердил его По всему миру прокатилась волна Молодежных демонстраций И нападений на американские представительства Знаменитая фотография Корды Изображающая команданта В беретке С маленькой звездочкой Которой он так гордился Разошлась по миру Миллионами экземпляров Мне не очень нравится фотография Корды Потому что она отражает только один момент Жизни отца И это был тяжелый момент Его жизни Есть другие фотографы Например, Салус Которые в значительно лучшей степени Отразили его сущность Я вам очень рекомендую Воспользоваться именно ими Так как там изображен человек Который работает каждый день Который улыбается чему-то в своей жизни Вот такого отца мы помним Вот он для меня более реальный Который улыбается dispatch Который улыбается Заментbirth Ольга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok